Алоха, с вами Свордплей, и в этом видео мы замочим еще двух боссов третьего мира, не самых сложных. А пока что замочим прислужника, главные пчелы. Не гоже это, госпожи, вылезать первой для драги. Так, следим за пальцем, с какой стороны он будет, что и появится пчела. Так, на эти спирты, кстати, можно делать парирование, вполне хорошо выходит. Так, треугольники. Что-то подобное было на боссе с Жиней, насколько я помню. На этих пульках от этих треугольников можно тоже делать парирование. Видимо, они розовые. Палец вылезает или слева, или справа, и там потом вылезает пчела. Посередине, когда она вылезает, палец не вылезает, поэтому будьте осторожны. Так, и сейчас будет последняя форма этого босса. Это пчела-самолет. Так, и уходим от этих кулаков. Отлично, вот она и побеждена. Вообще-то все просто. Главное, далеко не запрыгивать наверх, а то можно запрыгнуть за границей крана. Пули туда летят, вас будет там дамажить. Но вы не будете себя видеть, и в итоге вы сами себя загоните в ловушку. О, даже ранг Б с минусом получил. Неплохо, помню. Как говорю, не самые сложные боссы будут на этом видео. Но к пчеле нужно привыкнуть. Особенно к третьей. Хотя как? Так, в общем-то здесь две формы. Когда она запускает свои, как бы, ракеты, надо привыкнуть, как они идут. Как такой трубой, изогнутой. И привыкнуть к последней форме, к этим кулакам, они летают иногда очень странно. Итак, уровень пройден. Открывается проход вот здесь. Здесь у нас еще один уровень. Беги и стреляй. Какой-то НПЦ. Давайте поговорим, пожалуй, почему нет. И интересно, вот эти НПЦ, а в игре же их достаточно много на каждом острове. Некоторые из них нам что-нибудь дают, а некоторые нет. Может, нужно какие-то условия сделать, я не знаю, боссов замочить на лучший ранг, и они еще нибудь нам дадут. Может быть, просто так. Так, Джанкьер, типа свалка. Ага. Здесь, наверное, тоже еще один босс. Но нет, мы идем не к нему. Да, Джанкьер. Мы пойдем к другому боссу, которого я уже тоже знаю, как побеждать. Идем к нему. Вот, он находится здесь. К нему можно пройти от магазина и манзолея. Так, что этот НПЦ нам скажет? Смотрите, это вилка. Но такой, типа, вилка интеллигент с мануклем. Блин, я бы хотел за такого персонажа поиграть. Это было бы классно, если бы был секретный персонаж, вилка, читерный, чтобы отыграться на всех боссов. Не бойся ножа, бойся вилки. Один удар, три дырки. Хе-хей. А там постамент. Трубы музыкальной. Со шляпой круто. Ладно, поговорим. Ничего интересного такого нам не говорит. Так, вот босс. Вернер Верман. В Мурин Корпс. В каком-то отряде. Как я понимаю, кортус вроде отряд. Босс прикольный. И если на Симпле его побеждать, то последней формы нет. Только я с этим боссом использовал, правда, когда тренировался некоторое другое оружие. Ладно, попробуем простым оружием. Может получится. Ага, вот так уходим от него. Она сейчас задамажит. Вот это атака противная. Сколько огоньки разлетаются. Здесь не столько парит, чтобы не попасть в эти бомбы, сколько уйти от огоньков. Смотрите, там глаз какой-то. Кто-то на нас смотрит. И мы с этим кем-то встретимся. А, не то сделал. Надо было не нажимать вниз. Можно внизу пробежать. Можно было сверху пробежать. Так. Ошибся я. Да, я сейчас проиграю. Сделал много ошибок. Фух. Я просто сперва с этим боссом тренировался. А уже потом с пчелой. И несколько потерял хватку. Ладно. Сейчас. В общем-то, этот босс имеет всего две формы. Точнее, три. А в простом моде, в симпле, только две формы. Последней нету. Ну, кстати, простым оружием тоже неплохо его дамажим. Вообще, в игре можно в основном и не использовать другие виды оружия. Ну, разве что эти еще самонаводящиеся звездочки полезные. Все остальное можно и не использовать. Можно использовать, можно нет. Но мы и так можем пройти. Все. Все. По крайней мере, пока все вполне проходимо. Используя только эти два вида оружия. Начальное и силеные звездочки. Надо следить за вот этими крышечками. Я, как всегда, туплю, делаю ошибки. Надо быть внимательным с этими крышечками. Ну, ладно. Видео будет чуть-чуть длиннее, чем я планировал. Я думаю, ничего страшного не будет. В любом случае, мы этого босса замочим. Здесь и сейчас. Ему от нас не скрыться. Вообще-то, он тоже не самый сложный босс. Просто на второй форме. Надо за крышечками очень четко следить. И за боссом. Оба такие забавные. Красненькие такие, как будто это какие-то томатики маленькие. Типа черри. Ведь именно черри, сорт томатов, такой маленький, но очень вкусный. А черри переводится с английского, как нишня. Можно и спешил за ездить. Отлично, сейчас будет последняя форма. Вот это котярка! Если играть на симпле, то котярки не будет. Так, потолок падает. Призраки не мешаются, надо их убивать, желательно. Так, окей, сейчас сосредоточимся, дойдем до этой формы и замочим. Я просто использовал заряжаемое оружие, когда тренировался и несколько непривычно. С заряжаемым оружием этот призрак сразу от одного заряда, а каждый помирает. Возможно, мне стоит поставить вместо зеленых звездочек здесь заряжаемое оружие, звездочки здесь... Ну, вообще бесполезно. Можно их, конечно, юзать, но смысл. Мы и так здесь в боссов попадаем, а нам нужен дамаг, чтобы меньше париться. Вот иногда бомбы летят очень удобно, что прям совсем легко уклоняться, иногда прям совсем неудобно. Так, можно еще так. Так, ошибся я. Много ошибок сделал. Терял много здоровья. Так, вместо прыжка вниз, прыжок наверх. Ну, ладно, бывает. Сейчас бомбы очень неудобно полетели. Забавно он оборудовал свою банку, этот босс. Окей, репейт. Иначе мы... ...проиграем. Слишком мало здоровья. А, бомбы, бомбы, бомбы! В последней форме вполне можно дойти и с двумя. Да даже с одним холстом. Сейчас, если не получится, я сменю оружие на заряжаемое еще. Мне бы должно быть проще так, поскольку именно с ним я тренировался. У него неплохой дамаг. Надо было раньше прыгать. Иначе мы побеждем. Надо как можно больше карточек надевать Так, потолок иногда летит с одной стороны, иногда с другой Он может полететь и слева Ладно, выходим, сменим оружие Призраков будет проще убивать С одного выстрела заряженного быстренько можно, когда они вылетают Скотка зарядил в одного, в второго, чтобы они не кидали свои эти розовые шарики Хорошо, что вообще кидают, не сразу оба Для этой игры это было бы нормально, если бы они сразу оба кидали Вот, перчатчик, перуем, все, идем Теперь будет проще, главное дойти до последней формы И желательно, конечно, с двумя хелцами, но можно и с одним Босс несложный, как вы видите В общем-то, он даже, наверное, попроще пирата Пират даже потяжелее, скорее всего, будет Да, все равно наткнулся на босса Надо было на более ближнюю платформу прыгать Когда вылетает Точнее, когда босс с рукой вылезает Который держит перверк Это значит, что все, сейчас будет вторая форма Вы молодец, победили первую форму Да, иногда путаешь кнопочки И вместо того, чтобы присесть внизу, прыжал Воу-воу-воу Я не так аккланировал Вот его как колбасит прямо этого чувачка Заряжаемся Вот видите, один заряд И все И нет призрака Ху-сай Осталось Мне кажется, тут как-то долго погибает вторая форма Я юзаю уже спешил Пять карт и еще потом одну Как-то долговато Ну, выходит Должно быть быстрее Где дэмэдж-то? Продлеем немножечко Продлеем немножечко Надо не забывать Перекатить иногда на другую сторону Ага Ошибся я Да блин, снова ошибся Я ведь вначале правильно все сделал Перешел на другую сторону А сейчас сделал ошибку Бедный чувак Забрал его косярка Продолжение следует... Кажется, мы зэки вырезаем Фрескли зэки Ахаха, блин! Чуть-чуть, чуть-чуть, ребят. Там вон котятка смотрит. Да, напрыгнул. Да, можно дешами уходить. Это кейт-кол. Вполне годно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Что-то не прёт с этим парнем сейчас у меня. КОНЕЦ Откуда вообще во рту кота-призраки? Он что, скавал? КОНЕЦ Отлично. Вот он побеждён. А, да, как видите, этот парень сидит в коте. Забавно, очень забавно. Отлично, и получаем ранг. Всё. А заодно получим и очередной контракт. Итого, значит, у меня уже побеждено сколько боссов? Пять боссов. На этом видео два. В первом видео на этом острове в третьем мире. Один босс-пират. Во втором видео два. И здесь ещё два. Отлично. Давайте посмотрим наш лист. Да, пять боссов побеждено. Но ещё два босса каких-то осталось. Одного босса я знаю. Он прикольный по механике, интересный. И по внешнему виду, и по механике. Но он не прост. Не так-то прост. Поэтому пока что мы с ним сражаться не будем. А я в очередной раз ухожу тренироваться с боссами. И на простых уровнях. Чтобы записать для вас видео и победить их. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк, поделитесь с друзьями. А с вами был Смотплейн. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok